Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили главную информацию о событиях в воскресенье 4 августа. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. Как на войне на аэродроме Девау прошла реконструкция боев времен Первой мировой войны. Говорящее дерево в Калининградском зоопарке появился новый житель. Питьевая вода по цене проточной скоро в городе можно будет пить прямо из-под крана. Острая жизнь о том, как сохранить здоровье и не пораниться, расскажут калининградские стеклоходцы. В ритме джаза в Центральном парке прошел ежегодный музыкальный фестиваль. Ну а теперь подробнее. Воровство двухколесного транспорта уже стало обыденностью. После недавнего пика подобных преступлений наступил небольшой спад. А на просторах интернета появились редкие кадры, которые, возможно, смогут остановить волну преступности. На этот раз преступление не осталось незамеченным. Удирающего угонщика в деталях заснял видеорегистратор. На все вору хватило всего несколько секунд. Длинными кусачками он перекусил защитный трос и попытался как можно быстрее ретироваться с места преступления. Вполне возможно, что этот велосипед у него не первый. Такие кражи случаются все чаще, причем уводят двухколесный транспорт порой прямо из-под носа хозяев. Из подъезда, с парковок и площадок перед домом. Стена сообщества велосипедистов Калининграда в соцсети ВКонтакте просто пестрит подобными объявлениями. Так что будьте внимательны, оставляя свой велосипед без присмотра. А еще лучше заносите домой. Так надежнее. Взрывы, выстрелы и кровь. Только не настоящие, а бутафорские. 4 августа в аэропорте Девау прошел второй международный военно-исторический фестиваль «Гумбенинский прорыв-2013». Более 100 участников из разных городов России и Украины разыграли сражения времен Первой мировой войны. О ходе военных действий смотрите в следующем материале выпуска. «Немцы явно этим удивлены. Покидают свои окопы. И бой переходит в рукопашный. Интересно, почему не поддерживает основная масса русской пехоты. Наверное, они ранены». Солдат немецкой армии было в два раза меньше российской. Признаются, не любят воевать за врага даже понарошку. «Люшквальным пулеметным огнем немцев отсекают от города, а с тылу и появляется русская кавалерия. Фактически это полный разгром той группировки, которая находилась на этом поле в начале нашего сражения». «В директоре работал и ваут. И сегодня стало полем для настоящего сражения. Конец был известен еще до начала победы за нами. Но а на поле работал самый настоящий полевой доктор и оказывал всем отстрадавшим. И сейчас мы узнаем, насколько сложная работа полная активация». «Эпичное ранение, легкое. В руку. Пуля проста на вылет, кость не задела». «Перед началом войны сестры Милосердия готовят медикаменты. Они, как и тогда, в далеком 1914-м, настоящие. Все виды орудий прибыли из Москвы и Украины при поддержке Министерства обороны. По словам участников, на подготовку реконструкции уходит очень много времени и сил. Да и проблемы с одеждой возникают часто». «Это, конечно, не один год. Получается ткань тяжелую найти такую, чтобы действительно она подходила, чтобы так, как говорят, все было аутентично. Все подбирать, все шить. Сначала вообще очень тяжело было. Мало очень мастеров было, мало что как-то было известно. Сейчас уже проще. Можно иметь деньги, пошиться. А тогда все это надо было искать, спрашивать». «Бой длился около 30 минут. После победы российской армии участники сражения почтили память всех погибших». В конце всем гостям разрешили сфотографироваться с солдатами. Часть реконструкторов, успевшая сбежать от напора желающих, смело направилась на полевую кухню, где их ожидала вкусная гречневая каша и чай. Кстати, подкрепиться смогли не только участники, но и все желающие. Организаторы же мероприятия обещают к будущему году сделать мероприятие еще более масштабным. Лилит Мадуй, служба новостей город. После долгого перерыва и сразу в зоопарк. В Калининграде возродили старинную кёнигсбергскую традицию. По выходным здесь звучала живая музыка. Под рок-н-ролльные мотивы в эту субботу танцевали и жители вольеров. На площадке у центрального фонтана собралось больше сотни человек. После долгого перерыва на сцене самая старая рок-группа города. Духа в день. На самом деле я очень рад и счастлив. И вообще на самом деле это какое счастье, что можно сыграть в зоопарке не только для людей, но и для животных, которые любят весь наш замечательный город. Животным музыка пришлась по душе. Послушать концерт вышла даже слониха Приголя. Понравилось выступление и обычным слушателям. Мне кажется, это очень здорово. Это позволяет буквально все 33 удовольствия ощутить. Тут тебе и природа, и прекрасная музыка. По-моему, так здорово. Вот дети бегают, танцуют. Такая радость. В следующую субботу организаторы планируют устроить в зоопарке вечер блюза. Начнется он также в 17 часов. Кроме голосов музыкантов в зоопарке звучал еще один голос. Заговорил старинный бук. Не без помощи современной техники. Таким образом, активисты проекта «Мое знакомое дерево» хотят привлечь внимание горожан к экологическим проблемам. Ну и доставить радость детям. Это я. Старое дерево. Говорю с тобой. В эту субботу столетний бук впервые заговорил. Организаторы проекта считают, что любовь к деревьям нужно пробуждать с детства. Теперь беседовать с деревом можно будет каждые выходные. Детишки так с удивлением смотрят наверх, иногда трогают дерево, начинают с ним общаться. Детишки многие очень верят. И вот хотелось как раз создать вот эту иллюзию чудо, сказки. И чтобы дети с детства понимали, что деревья они живые. Пока бук знает всего пару фраз. Но уже к следующей неделе, как уверяют организаторы, дерево сможет рассказать о себе намного больше. Например, про свои зеленые волосы и соседство со слоном. Если этой идеей придется калининградцам по душе, в городе озвучат и другие деревья. Еще один проект группы «Мое знакомое дерево» – интернет-сайт. Там горожане смогут разместить координаты своих любимых деревьев и истории о них. В итоге получится целая карта. Проект продлится до октября этого года. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Питьевая вода по цене проточной. Скоро в городе можно будет пить прямо из-под крана. Острая жизнь. О том, как сохранить здоровье и не пораниться, расскажут калининградские стеклоходцы. В ритме джаза в Центральном парке прошел ежегодный музыкальный фестиваль. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Военные городки станут гражданскими, водопроводная вода будет кристально чистой. Ну а реставрацией памятников займутся местные специалисты. Подробнее об этих и другие интересные новости вы узнаете от моего коллеги Дмитрия Саранча в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. Более 600 объектов военной недвижимости передадут собственность области. Приказ об этом подписал накануне замминистра обороны России Руслан Цаликов. Всего в регионе гражданскими станут 58 военных городков. Вместе с ними будут переданы земельные участки, дороги, капитальные и инженерные здания. 8 фальшивок за 48 часов. Всего за два дня на пограничных переходах с Польшей задержали 8 человек с поддельными документами. Все нарушители – жители Калининградской области. Польские пограничники считают, что в регионе организован настоящий конвейер по производству подделок и отправке людей в Польшу. На данный момент дела путешественников переданы в польские правоохранительные органы. В Калининграде организовано отделение Общероссийского народного фронта. Учредительный съезд организации прошел накануне в Музее мирового океана. По заявлению организаторов, фронт будет решать самые насущные задачи, например, проблему роста тарифов ЖКХ, вопросы образования, медицины и культуры. В ближайшее время калининградцы могут рассчитывать на серьезное улучшение качества водопроводной воды. До конца года власти планируют окончание работ по реконструкции московских насосных станций. Об этом заявил глава города Александр Ярошук. Сейчас ведется проектирование водовода из поселка Озерки. Он будет поставлять на станцию 90 тысяч кубов воды в сутки. Городоначальник заявил, что строительство водовода будет завершено в течение двух лет. Насосные же станции будут пущены в конце этого года. Калининградские вузы начнут выпускать реставраторов. Специалисты этого профиля будут заниматься восстановлением старинных замков, кирх и военных мемориалов. Как заявила вице-премьер регионального правительства Елена Волова, для работы с такими объектами просто необходимо знание местной специфики. Вся жизнь на острие. Как в 21 веке быть здоровым без лекарств и уколов? Об этом знают участники необычного семинара. В Калининграде прошла встреча любителей ходить босиком по стеклу. Обо всех тонкостях опасного хобби и его целебных свойствах расскажем далее. В Калининграде шампунского хобби – это все-таки виноградное вино в основе своей. Все остальное. Последняя разбитая бутылка и острая дорожка готова. Пройтись по ней сегодня жаждут все. Егор Имель на стеклянный ковер вступает одним из первых. По таким дорожкам он ходит почти полужизни, но признается – здесь каждый раз как в первой. Каждый раз подходишь вот сюда, ноги ставишь и опять те же самые волнения, как в первый раз. Потом настроился и каждый раз опять это новое ощущение. Без поддержки в таком деле не обойтись. За Егора болеют самые близкие. Здесь и мама, главный тренер семинара, и жена Евгения. Она также любит острые прогулки и не оставляла их даже во время беременности. Хотя поначалу думала, что не сможет сделать и шага. Было очень страшно. Я со всеми, все кто шел, я шла почти последняя. Я со всеми проходила и каждый раз боялась за всех. Плакали, столько эмоций было. Потому что первый раз это действительно страх много было в первый раз. А сейчас уже так вот, знаешь, что это уже такое, но все равно боишься. Бояться, но идти, несмотря ни на что – таков девиз стеклохоцов. Но без подготовки никуда, иначе раны порезов не избежать. Главное здесь настроиться психологически. На это уходит где-то два дня. Тщательно отбирается и материал для стеклянной дорожки. Гладкие горлышко и днище бутылок здесь не используются. Нужны только острые детали. Идеальный вариант – бутылка из-под шампанского. Такое стекло достаточно плотное. И, по словам опытных мастеров стеклохождения, обладает хорошей энергетикой. Стекло от них, ну, когда разбиваешь, осколки более крупные. То есть, вот. А когда бьешь стекло какое-нибудь там из-под водки, там, и оно очень мелкое, и как бы теряется весь интерес, да? То есть, игра в эти игры. Стеклотерапия – психологический тренинг. Она помогает избавиться от страхов, закалить силу воли и пережить каждодневные стрессы. По словам участников, после нее появляется огромный прилив жизненных сил, эмоциональный подъем и чувство, что все на свете возможно. Если говорить о физической стороне тела, об оздоровительных, то здесь просто, ну, наверное, нет адекватного такого сравнения со стеклами. Ведь на ступнях находится очень много биологически активных точек, которые взаимодействуют с внутренними органами и частями тела человека. Поэтому лечить стеклоохождением можно и вирусные заболевания, и болезни печени, желчного пузыря, поджелудочные железы и так далее. А если на стекле еще и полежать, то можно исправить осанку. Единственное предупреждение – заниматься можно только под присмотром опытного тренера. Екатерина Степанова, Ирина Зубарева, Руслан Бушуев, Служба новостей город. В самом западном регионе России снова заиграл джаз. Звезды мирового масштаба из Германии, Литвы, Латвии, Италии, Польши, США и Ямайки выступали под одной крышей. Такое можно было увидеть только в рамках международного фестиваля «Калининград Сити Джаз». Проходил он в Центральном парке. Ну а «Секрет» – это одно из групп участниц и отчет с концерта. Посмотрите прямо сейчас. Несколько дней весь Центральный парк дышал джазом. Зрители были везде. Даже за забором сидели люди – те, кто не смог купить билеты. Одним из специальных гостей фестиваля стал мэр города Клайпеда – Витаутас Гребляускас со своей группой «Memel All Stars». Он, кстати, не только идеально играет на трубе, но и поет. В ходе всего выступления мэр города Клайпеда общался и шутил со зрителями, даже преподал урок с альфеджа. Да и сами зрители пришли подготовленными. Некоторые приезжали целыми семьями и даже привозили с собой специальные кресла. Знаменитый джазмен Стэнли Джордан потряс публику. Гость из Америки. Родоначальник техники игры на гитарном грифе двумя руками. На встрече с журналистами он признался – начинал с фортепиано, а вырос на музыке российского композитора. Да, действительно, фортепиано был мой самый первый инструмент. Ребенком я изучал именно классическое фортепиано. Я получил классическое фортепиано образование. И я сам сочинял. Пытался сочинять модерновые произведения. Моим любимым композитором был Прокофьев. Еще так получилось, что я в детстве смотрел мультфильмы, и в этих мультфильмах очень часто звучала музыка Прокофьева. Но через несколько лет возникли трудности в семье, и фортепиано продали. Но я добился того, чтобы мне купили гитару. Теперь Стэнли не только играет, но и преподает музыку. Закрытие джаз-фестиваля пройдет 4 августа. По словам организаторов, уже на следующий день они начнут готовиться к следующим. Лилит Мадунс, Руслан Бушуев, Фиолета Гришина, Служба новостей город. А на этом все. Если у вас есть интересные новости, или вы хотите стать народным корреспондентом первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404, или пишите на наш электронный адрес канал1собакамэл.ру. И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городскую.ру. С вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом городском. Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Субтитры создавал DimaTorzok